В сельском поселении Развилковская вот уже несколько лет работает филиал Видновского центра Вера, где люди получают положенную социальную помощь, в том числе и в виде бесплатных обедов, которые рассчитаны на 50 человек. Этого явно не хватает для всех нуждающихся. В канун Нового года в старой части поселка открылась столовая, в которой предусмотрены бесплатные благотворительные обеды для социально незащищенных граждан. Инициатором этого благородного дела выступила автономная некоммерческая организация РИЦА. Внимание на экран. В бывшей столовой профилакторе газоперерабатывающего завода в поселке Развилка в преддверии Нового года и Рождества состоялся праздник с песнями и явствами на столе. И здесь и собрались в основном бывшие сотрудники этого предприятия. Я не за себя, я нормально живу. Но когда я пришла сюда, у меня даже слезу пробило. За этих бабушек, за этих вот всех, которые я знаю, что они бедновато живут. Ну неужели такое в наше время предприниматель может организовывать такие, извините, обеды? Да еще обещают, что и впредь это будет повторяться. А впредь здесь, кроме праздников, будут организованы бесплатные обеды для нуждающихся. Ответственность за них взяла на себя предприниматель Смирнова Марина Борисовна, став директором автономного некоммерческого центра «РИЦА». Ведь это благотворительное столовое, это возможность всем, кто нуждается в поддержке. А у нас, к сожалению, в Ленинском районе ниже прожиточного минимума проживает порядка двух с половиной тысяч человек. Это немало. Глава района, глава поселения поздравили всех присутствующих с наступающими праздниками, пожелав здоровья и заботы близких. В дополнение к поздравлениям в этот вечер звучали и любимые песни старшего поколения в исполнении ансамбля «Вишневый сад». Что же касается помещения благотворительной столовой «РИЦА», оно отремонтировано за счет предпринимателей. Закуплено новое оборудование для кухни. В первой половине дня это будет предприятие общественного питания. Потом уже в это время мы будем обслуживать пенсионеров. Планируется где-то 300 человек в месяц мы должны накормить горячим обедом. Потому что не все могут себе позволить в наше тяжелое время горячую еду. В наших традициях страны, когда предприниматель, бизнес-сообщество оказывает поддержку нашим пожилым людям. Людям, может быть, которые остались без родных и близких. И это верно, это точно. И ведь мы тогда, наверное, закладываем здоровое общество, когда из поколения в поколение передается хорошее, доброе и вечное. Людмила Медведева, Алексей Ильин, Елена Кошлева, Видное ТВ.